Более двух километров новых дорог в этом году появится в Чебоксарах. Строительство идется по национальному проекту «Жилье и городская среда». Свеженький асфальт укатают в трех микрорайонах столицы республики – Олимпе, Радужном и Новом городе. В последнем появится магистральная дорога районного значения. По словам заместителя руководителя столичной администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Ивана Кучерявого, строительство объекта протяженностью в один километр завершится в декабре. Новая дорога в Новом городе будет проходить параллельно Маринско-Посадскому шоссе и станет продолжением Чебоксарского проспекта. Стоимость контракта составляет 302 миллиона рублей. Проект на документацию предусмотрено строительство самой автомобильной дороги, устройство примыкания, съездов, остановочных пунктов, общественного транспорта, площадки для разворота, тротуары, велодорожка, ливневая канализация, трансформаторная подстанция, наружное освещение и устройство тяговой подстанции. Еще одна дорога протяженностью 831 метр в конце августа появится в микрорайоне Радужном. Она пройдет по холмистой местности, поэтому ее укрепят с помощью специальных сооружений. Но строительство объекта столичная администрация готова потратить 178 миллионов рублей. В микрорайоне Олимп по улице Зои Яковлевой также кипят работы. Здесь появится двухполосная дорога длиной почти 350 метров. Сейчас подрядчик занимается демонтажом старого асфальтового покрытия и готовит основания для нового. Строители также прокладывают канализацию, устанавливают наружное освещение и переносят сети связи. Все работы здесь планируют завершить в конце ноября. Сити-менеджер Алексей Ладыков на совещании в мэрии в очередной раз констатировал, застройщики практически неактивны в вопросе привлечения дополнительных федеральных средств для строительства недостающей инфраструктуры в микрорайонах и поручил провести серьезную работу с компаниями. Успешного освоения федеральных средств и дальнейшей реализации проекта «Жилье и городская среда» требуется своевременное проектирование объектов. Сейчас приезжали коллеги из Министерства России и говорили о том, что если есть проектно-сметная документация, то готовы включить национальные проекты и выделить дополнительное финансирование. Продолжение следует...